приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня мы хотим вам с вами поделиться очень простым рецептом приготовления сосисок это будут свиные сосиски мы будем делать копченовые копченые будем делать их коллагеновой оболочки но также их можно если не коптить то есть этот рецепт как бы пошаговый мы вначале приготовим сосиски а потом их будем коптить при желании можно остановиться просто на приготовлении сосисок и употреблять их в пищу не копчеными естественно в таком случае если вы будете делать не копченые сосиски можно использовать полиэтиленовую оболочку для копчения же нужна коллагеновая потому что через нее проникает дым вот собственно говоря из оборудования нам понадобится мясорубка и понадобится кухонный блендер если у вас нету кухонного блендера я расскажу как подготовить фарш пропустив его несколько раз через мясорубку и в первую очередь нам мясо нужно подготовить то есть засолить засолка будет длиться от суток можно сутки можно двое суток мы берем килограмм жирной свинины вот такой вот видите она практически как почеревка какая-то часть ловись почеревка а ну вот и есть почеревка жирная свинина и на килограмм мы используем 9 грамм нитритной соли и 9 грамм поваренной соли смешиваем всего 18 грамм соли друзья и так нам надо приготовить фарш и засолить его лариса сегодня порезала палец поэтому дальше на ножах буду я лариса будет на камере режем мясо на кусочки пригодные для вашей мясорубки и перемалываем его на самую желтую решетку которая у нас есть прошу все хорошо приобретайте я лариса и область и что я ларис я ларис я ларис я ларис Продолжение следует... Кусочек у меня тут залив. Сейчас мы его отправим куда следует. Теперь, друзья, солим наше мяско. Вкусная свининка. И тщательно его вымешиваем. Важно, чтобы оно хорошо все просолилось. Здесь нитритная соль, как вы знаете, дает нам цвет. У нас сосисочки наши будут розовые. Они серые после того, как мы их сварим. Потому что если не добавить нитритной соли, то они станут серые. Мы же хотим, чтобы они у нас были розовые. Тем более, мы их будем коптить. Они должны будут иметь красивый цвет. На мелкой решетке фарш настолько хорошо перемалывается, что, в принципе, тут и блендер не нужен. Можно будет его еще раз пропустить через мясорубку. И он будет готов к набивке. Но к этому вопросу мы вернемся завтра, друзья. Потому как мяско должно просолиться. Насколько хорошо мы вымесим, от этого зависит успех нашего предприятия. Главное, чтобы оно совершенно равномерно просолилось. Накрываем мясо пищевой пленкой. Отправляем его в холодильник, друзья. И до завтра. Наш фарш просолился, друзья. Мы его поместили в пакет. И в течение получаса охладили в морозилке. А нам надо из фарша приготовить так называемую эмульсию. То есть, очень-очень мелко порезать. Мы используем кутер. Но можно использовать обычный бытовой блендер. Если же у вас нет блендера, можно фарш несколько раз пропустить через мясорубку с самой мелкой решеточкой. Но нам важно, чтобы фарш не нагрелся. Иначе у нас сосиски потом отекут. То есть, будет жир отдельно и сухая масса отдельно. Поэтому после каждого раза, когда мы пропускаем его через мясорубку, надо его помещать в пакет и помещать где-то на 20-30 минут в холодильник, чтобы он остыл. Ну, вот так вот надо поиграться. Также мы используем 100 грамм воды. Сюда добавляем фарш. Смесь из белого и черного перца по 1,5 грамма на килограмм мяса. И одно яйцо. 100 грамм воды, ледяной воды, то есть, она охлажденная. Именно холодной воды нужно. Ну, да. Да. Все как бы заточено на то, чтобы фарш не нагрелся. То есть, его температура не должна подняться выше 7 градусов. Заливаем водичку. Все это крышечкой и начинаем измельчать. Лариса сразу сделала маленькие обороты и ничуть не ускакал на шкутер. Если вы делаете на кухонном блендере, можно также чашу от блендера положить чашу и нож положить в морозилку перед использованием, перед тем, как делать. Потому что чем меньше нож, тем больше он нагревается. Наша задача получить однородную эмульсию. То есть, такую массу, как тесто. Сейчас вот мы порежем и покажем, что должно получиться. Готово. Отлично. И вот, Ларис, можешь достать прям рукой показать, какая у нас масса получилась. Вот такая вот масса. Видите, она совершенно однородная, как каша. И теперь, друзья, можно приступить непосредственно к набивке наших сосисок. Для этого нам понадобится оболочка и колбасный шприц. Мы поместили наш фарш в колбасный шприц. Надели коллагеновую оболочку для сосисок. Сосиски у нас будут такие толстенькие. Мы делаем сосиски для хот-догов и начинаем их набивать. Первое, что нам надо сделать, это стравить воздух. Чтобы фарш у нас вышел из цепки, чтобы выдавил оттуда весь воздух. Сейчас тихонечко... Опа! Всё, есть. Завязываем оболочку. Можно её завязать на узелок, можно завязать просто ниточкой. Надо было лучше ниточкой, это же не кишечка. Она держится тоже. Держится хорошо, да? И начинаем набивать. Набиваем не очень плотно. Почему? Потому что, ну так, средней плотностью мы, когда будем перевязывать наши сосисочки, они ещё уплотнятся. У нас получается такая длинная сосиска. Но ты очень неплотно уж набиваешь, там воздух остается. Длинная-длинная сосиска. А я и сейчас упадёт наша сосиска. Всё набили. Сейчас, друзья, я отсюда фарш тоже вручную запихаю в оболочку и покажем, как перевязать. Нам надо перевязать нашу огромную колбасу на маленькие сосиски. Для этого будем использовать не капроновый, а льяной шпагат натуральный. Лариса будет отмерять примерно. Да. Это же сосиска для хот-дога. Перекручиваем. И перевязываем на узелок. Смотрим, чтобы они были примерно одинаковые. Покажи на камеру, как ты перекручиваешь, потому что руками закрываешь. Вот так вот. Один оборот. Немного, чтобы оболочка не лопнула. Перекручиваем. И завязываем на узелок. С другой стороны, мы оболочку не завязали. То есть, чтобы у нас была возможность, ну, чтобы фаршу было куда уходить. Потому что, когда мы перекручиваем его, он очень сильно уплотняется. Эта оболочка полностью съедобная. Мы же готовим копченые сосиски для хот-догов. Но, друзья, еще раз напомню, сейчас мы их сварим, и, в принципе, их можно будет кушать и вареные. Просто, если вы делаете сугубо вареные сосиски, тогда не обязательно использовать коллагеновую оболочку, так как она более дорогая, а достаточно обычной целлофановой, как она называется правильно, Лариса? Полиамидной. Полиамидной оболочки. Она несъедобная и стоит дешевле. Вот, я специально выбрал такую толстенькую оболочечку, потому что хочу получить такие толстые колбаски для хот-догов, именно копченые. Ну, собственно говоря, для хот-догов это моя фантазия. Их и так можно будет очень вкусно кушать. С пюрешечкой, допустим. Представляете, друзья? Приготовить хороший томатный соус, сделать пюрешечки такой и с копченой колбаской. В общем, не буду вас утомлять процессом перевязывания. Сейчас мы перевяжем, приготовим емкость для варки. Я расскажу, как правильно эту емкость подготовить и начнем варить наши сосиски. Мы подготовили воду для того, чтобы сварить сосиски. Значит, друзья, смотрите, просто варить в кастрюле нежелательно, потому что, когда кастрюля будет стоять на маленьком огне, вода может быть температурой 75 градусов, то есть нужной нам температуры. А дно кастрюли может быть температурой 200 градусов. И сосиски получат отех. То есть будет в сосисочной оболочке отдельно бульон, отдельно сухой фарш. Нам такого эффекта надо избежать. Поэтому на дно кастрюли мы положили несколько металлических крышек для консервации и положили тарелочку, чтобы разделить дно кастрюли, грубо говоря, изолировать от сосисок. Теперь мы нагрели воду, меряем ее постоянно температуру с помощью щупа. И время от времени воду помешиваем. Потому что, в принципе, в идеале вода должна циркулировать. Вот очень маленький у нас огонь. Будем поддерживать температуру 75 градусов и загружаем туда сосиски. Не знаю, поместятся ли все наши сосиски в эту кастрюльку. Что-то у меня сомнения. Они туда не поместятся, мне кажется. Поместятся. Поместились. Отлично. Теперь, друзья, оставляем их вариться на 15 минут. Важно, чтобы все сосиски были... Сейчас Лариса еще горяченькой водички туда дольет. Важно, чтобы все сосиски были покрыты водой. И очень важно, чтобы температура не поднялась. Поэтому нам надо постоянно стоять возле кастрюльки. Во-первых, помешивать воду, потому что, естественно, она будет на разных уровнях, разной температуры. И, во-вторых, контролировать температуру, чтобы температура воды постоянно была 75 градусов. После этого сосиски, в принципе, уже готовы к употреблению. Их можно будет охладить. Мы, кстати, их будем в холодной воде охлаждать? Да, будем. То есть нам надо подготовить емкость с ледяной водой, для того, чтобы сосиски быстро охладить. И потом, как обычные сосиски, варить и употреблять в пищу. Мы оставим одну сосиску на пробу, а остальные сосиски будем коптить. А когда будем дегустировать, уже вместе продегустируем и просто вареные сосиски, и копченые. Для того, чтобы сосиски не всплывали, находились толще воды, решили накрыть их сверху тоже тарелочкой, чтобы она их придавила. И, друзья, поддерживаем температуру 75 градусов на 15 минут. Прошло 15 минут, и наши сосиски готовы. Мы поддерживали температуру нужную 75 градусов. Как бы все у нас получилось, температура не прыгала. И теперь их надо поместить в ледяную воду. Достаем наши сосиски. И на 5 минут заливаем всю столешницу. Кухня у нас разбухает. Лариса ее ремонтировать не будет. Ремонтировать буду я. Но это такое. В общем, сейчас нам важно охладить сосиски. Они плохо за это, плохо занурываются. Хорошенько их охлаждаем. И после этого, друзья, сосиски готовы к употреблению. То есть, можем их варить, можем готовить, можем жарить. Собственно говоря, сейчас мы переходим к копчению. Одну вареную сосиску я оставлю для дегустации. Остальные мы будем коптить, друзья. Коптить мы будем их не горячим копчением. Решили коптить при температуре 35 градусов. То есть, не поднимая температуру, так как они у нас уже готовы. И коптить будем где-то в течение полутора часов. Я буду смотреть по тому, как они будут коптиться, как будет ложиться дым, скажем так. И опытным путем определим точку окончания копчения. В общем, я готовлю коптильню и переходим во двор. Помещаем наши сосисочки в коптильную камеру. Вместе с сосисочками у нас будет коптиться сырок сулугуни. Сосиски можно как развесить, так и разложить на решетке. Ключевая задача, чтобы они не касались друг друга, чтобы они равномерно прокоптились. Конечно, их лучше, естественно, развесить. Но мы не стали заморачиваться с развешиванием. Просто вот так вот их разложим на решеточке. Они у нас отлично закоптятся. Температура 35 градусов. Я уже установил нагрев. Вот на своей автоматике. Фактическая температура в коптильне сейчас 22, установленная 35. И сейчас, друзья, я запущу дымогенератор. Пойдет дым, покажу. И начнем отсчет времени. Я запустил дымогенератор. Камера начинает заполняться дымом. Сейчас она хорошо разгорится. Я уменьшу мощность дымогенератора. И начинаем коптить наши сосисочки. Будем время от времени контролировать. Первый контроль будет, я думаю, через полтора часа. Посмотрим, как они выглядят. И после этого примем решение коптить их дальше, не коптить. В общем, о дальнейших действиях. Сейчас мы открыли коптильную камеру. Сосиски еще недостаточно закоптились. Будем еще где-то час коптить. Они еще светлые совсем. Друзья, наши сосисочки коптятся два с половиной часа. Я думаю, что они уже готовы. Будем их вынимать. Сейчас немножко покашляем от дыма. У нас там еще коптится сыр сулугуни. Какая красота. Нас интересуются сосисочки. И вон они внизу. Закоптились. Красивые. Ну что, достаем их. Остудим. Дадим им отдохнуть. И будем пробовать. Доставай, Ладис. Какая красота. Просто супер. Какой цвет красивый стал. Доставай ту колбаску, которую мы сделали из остатка. Друзья, я думаю, что дадим им отдохнуть несколько часов. И будем дегустировать наши прекрасные сосисочки. Я думаю, что очень вкусно получилось. Наши сосисочки, друзья, отдохнули. Те, которые копченые. Ну и, собственно говоря, вот разница. Вы видите, между копченой и обычной. Эту мы отварили. А копченую мы поджарили на гриле. И я их попробую. Что-то я слюнками давлюсь уже. Ту, которую мы жарили на гриле, мы очистили от шкурки. Это в коллагеновой оболочке. Коллагеновая оболочка съедобная. Сейчас заодно проверю. Ну, что касается самой сосиски. На срезе она просто идеальная. По запаху тоже. Потрясающе. Просто великолепная. Оболочка немножко жестковата. Я бы все-таки... Сама сосиска очень нежная. Но она... Знаете, сейчас бывает такое. Купишь сосиски. Я давно их не покупал уже. Она вот как труха внутри. Эта сосиска, ну такая очень плотненькая. То есть она реально мясная. Реально мясная. Очень ароматная. И очень вкусная. Ну вот оболочка, я думаю, сейчас попробую ее снять. Потому что до варки она снимается очень легко. А после варки, я так понимаю, что она прилипает. Не, не прилипает. Нормально она счищается. Пробуем из оболочки. Он совсем другой ареал. Всего в меру. Идеальное сочетание. Соль, перец. Причем я эти вареные, ну которые просто вареные, которые мы не коптили, еще не пробовал. Копченые, если не попробовал уже утром, мне показалось, что она немножко недосоленная. Сейчас попробую в сравнении. Ну, собственно говоря, на срез она немножко отличается. Она немножко темнее. Совершенно однородные сосиски. Ну, то есть, хорошо мы фарш приготовили. Но прекрасный запах копченой сосиски. Просто потрясающий. Что-то я вроде и обедал сегодня, такой голодный. Все досолено. Всего в меру. Перца, соли. Все отлично. Великолепный вкус копчения. Единственное, что все-таки мы коптили 2 часа, как вы помните. Я все-таки бы остановился на полутора часах. Чуть-чуть перекопченные. Но очень вкусно. Для хот-дога эта сосиска будет просто великолепная. Ну, или просто зажарить на гриле и с любым гарниром. Изумительная. Запить бы чем-то. Водочки бы 50 грамм. Но нельзя. Надо готовиться к приему гостей. Друзья, по поводу сосисок. Все получилось просто великолепно. Никаких ошибок в этом рецепте я по результатам дегустации не обнаружил. Поэтому я надеюсь, что у вас тоже сосиски получатся очень вкусные. Если у вас будут какие-то вопросы по поводу рецепта, задавайте их в комментариях. Мы будем заканчивать это видео. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. А мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, друзья. Пока.